Это будут ответы на ваши вопросы. Прелажёры, мэн с физиковским. Вот эти дети. Шуточки подъехали. Гадкие шуточки. Такой синтол дюзол. Синтические инъекции, тестостерон, они постепенно там рассасываются. Синтол считается, что не рассасывается в мышце. Вот нужно как-то ваше заключение посмотреть, изучить и рассказать нам. Про жизнь, ныне действующим в России, именно из рынка спортивного питания, я ко всем отношусь, скажу вам честно. Бегите от них, это мошенники. Если это не мошенники, это бесполезные вложения ваших денег. Ни в коем случае эти франшизы того не стоят. В России пока не делают крепкие пакеты надлежащего качества. То, что мы встречали, и чем пользуются многие другие компании, пакеты по 5 килограмм, они были по качеству, не соответствовали норму хранения для пищевых продуктов для человека. Друзья, всем привет. Привет, я сегодня рано утром очень встал, отвез дочку в садик и приехал в громких Валиулину. Мы в Элит-джим, Санкт-Петербург. Мне выпала огромная честь стать тренером Романа на его великом пути к Олимпии, чтобы дать там всем просраться. Но вы не подумайте, это не тренировочное видео, как бы вам этого не хотелось, это будут ответы на ваши вопросы. Просто я вспомнил, что у меня есть камера. Ребята, скажу, спортсмен, мог бы с кем мне довелось работать. Такой феноменальной концентрации на движениях я ни у кого не встречал. То есть говоришь, понимает, делает четко, видно. Единственный косяк у нас был с дыханием. Не дышу во время подхода вообще. Дышит наоборот. Не как учат в монстре Шаолин. Там у нас Даня. Он уже пришел. Все у тебя норм? Да, отлично. Он живой. Он поближе к своим тренажерам. Мэн с физиковским. Вот эти дети. Шуточки подъехали. Гадкие шуточки. Но, ребята, на канале вас теперь ждет серия длительных выпусков про питерский Элит-джим. Как он получил название? Элит-джим армии. Про всех ребят снимем. Тренировки Ромы снимем. Рассказ про зал снимем. У них тут трансформации еще есть. Всяких делов прикольно. Ребят сейчас домучаю. И после в офис там уже досниму вам ответ на все вопросы. Вы помните, ставим уже лайки. За пацанов-то можно. Поэтому уже лайки посыпались. Вопросы мне, Ромке, посыпались. Ну, сейчас покажу вам тут, как красиво. О, фокус. Кайфово. Делаешь кардио, у тебя такая вот красота. А за всем этим наблюдает... Арнольд наблюдает. О, друзья, что я вам скажу? Ой. А что я вам скажу? Три часа. Приехал я тренировать Рому в десяти утра. Ребята в Элли Джиме далеко пойдут. И команда далеко пойдет. И думаю, что из клуба превратится все это дело в сеть. Потому что любознательность, сила такого живого ума, желание расти, развиваться, отсутствие эго. Какого-то безумно раздутого, бессмысленного. Этого всего здесь нет. Они так кайфовые ребята, кайфовая команда. Очень приятный клуб по атмосфере, по оборудованию. В общем, я тренировал ребят. Я очень доволен ими. Еще раз скажу, что, конечно, большая доля ответственности и честь. То, что Роман выбрал меня своим тренером. То, что его Элли Джим Армии, то, что Антон владелец, организатор, идейный вдохновитель, создатель всего этого, соответственно, поддерживает. Команду спортсменов во всем этом, да. То есть он Роману одобрил, выделил на меня средства. Я сегодня еще не ел. Я не завтракал. Расскажу вам утро мое, как произошло по питанию. Это пол-литра чистой воды комнатной температуры. Потом это всевозможные БАДы, витаминки, добавки, травки. Запитываю 250 миллилитрами чистой воды. Потом это шейк, сделанный в блендере, где была порция изолята. Порция сыворотки банан, где-то грамм 20, наверное, тыквенных семечек. Одно авокадо, пол банана, ложка отрубей. Что еще там было-то у меня? А, и 5 капсул омеги-3. Это был завтрак. Еще через полчаса после этого я выпил суставник эластиджоинт наш, потому что какой-нибудь артроз. Я потом покажу эту кость, которая вылазит, растет из плеча, болит. Но без суставника болит, а с эластиджоинтом ничего не болит. Сейчас я пью протеин. С собой у меня еще 2 порции еды. Одна смесь овощная с небольшим количеством углеводов совершенно. И красной рыбой. А второе, это Ариана не съела утром макароны из красной чечевицы. Высокобелковые. Вот их я залил 4 яйцами, обжарил. Это, в принципе, мой второй обед. 3 часа дня. Я сейчас приеду в офис часам к 4. Ваши вопросики, коих набралось вчера, очень-очень здорово. 24 штуки. Погнали, прям вообще. Ну, ты прям поздоровел, Виталий Угольников мне сообщил. Виталик, спасибо. Если Виталик говорит, что я поздоровел на фотке, то это да. Уже слил, уже слил. На отдыхе был 98-99 с половиной даже, когда в туалет не ходил. А приехал в Питер, неделю не качался, работы было в вал. Вес упал до 94-х, там, бабах. Было еще нервно, грустно. Но я все уже, ух, восстановился. И сейчас опять набирать начинаю. Вот с ребятками замотивируюсь. Руслан, можно ли задать вопрос в личку? Видимо, зададут. Написал я, да, но немножко. Какой синтол юзал? Никакой синтол не юзал. Делал местные инъекции анаболических катаболоидов. Синтетические инъекции тестостерона, они постепенно там рассасываются. Синтол считается, что не рассасывается в мышце. Вот, нужно как-то ваше заключение, там, не знаю, посмотреть, изучить и рассказать нам. Вот, соответственно, получается, в течение двух месяцев применялись стероиды местные инъекции. Вот, и потом не применялись они с 15-го года. Это гипертрофированные мышечные волокна, длинная головка бицепса, хаотично расположенные мышечные волокна с преобладанием, не по возрасту, до 27 лет, стромальных элементов и фиброзной ткани. То, что у вас здесь говорят, что там внутри есть, это разросшаяся фиброзная ткань мышечного волокна. А если чуть-чуть, вот, для более обывателей? Для обывателей? Большая мышца? Нет, большая мышца. Сухожилия головки, что короткой, что длинной головки бицепса, с усиленным кровотоком. То есть вы перенапрягаете свою руку, но надрывов видимых и разрывов нет. Понятно? Нарушения структуры грубой нет. Есть просто характерные изменения для перенапряженной мышцы в спортивных тренировках. Понятно? Понятно. Для вашего состояния мышца здоровая. Понятно? Ну, для обычного человека мышца, естественно, измененная. Резко вдвое-втрое утолщенные волокна. Из-за того, что гипертрофия мышечного волокна произошла, у вас поляризация резко усилена, и у вас волокна этой мышечной ткани хаотично расположены. Сюда вам тоже кололи. Да-да-да. Инъекции делались симметрично. В мышце, особенно длинную головку полюбили. Кое-что рассосалось есть, а кое-что осталось. Это будет тогда невеста скоростью рассасывается? Скорость рассасывания. Это от вас не зависит. Вы не можете контролировать. То есть, да, даже обычный масляный раствор стероида одинаковый может в разных местах по-разному рассасываться? И у вас, смотрите, вот эта рука такая же, ничего у вас там лекомы, дополнительного образования, ничего нет. У вас здесь вот то, что выпирает, это разросшийся фиброзный элемент мышцы самой. Понятно? Здесь у вас хоть и меньше инъекций. Вот здесь вот кому-то... Одинаково вообще, один в один по... Точно? Да, одинаково точно. Руку поднимайте. Все делается симметрично. Ну, я верю вам. То есть, я тоже знаю, я тоже говорю, как есть, что мне же интересно самому. Мы же не просто так пришли. Если уж делать, то делать нормально. Мышца, вот там, где у вас были инъекции, имеет зоны понижения эхогенности, да? Я не могу сказать давность, но по-разному, по картине, вот как бы вы ни говорили, все равно разная степень. Разная степень. Но это, видимо, так скоро с рассасыванием, потому что я как будто... Вот, они оказались плохими, плохого качества, плохо сделанные, я так понимаю, наверное, было плохое масло или растворитель, или черт его знает, но вот дали они неприятные последствия еще в 15-м году перед Россией. Делал местные инъекции, чтобы не было шишек на жопе. Потому что я вам говорил, мне нужны дозировки довольно-таки высокие. В диапазоне полутора грамм в неделю. А оральные препараты я предпочитаю не использовать, поэтому все это было масляное. И вот, как бы, немножко нехорошо местами получилось, но уже, так скажем, с точки зрения постсоревновательного бодибилдинга вопросов нет вообще. Все знают. Второе место на Шон Родене Классик. В бодибилдинге абсолютка в Киргизии. По бодибилдингу потом у нас получается бронзу на Шон Родене, также в Классик Физик. Вот те две золотые медали, которые я там получил в категориях без проквалификации, просто их в расчет не беру. Да, потому что, ну, те же самые ребята потом выступали и в квалификации на ПРО, и просто там еще были дополнительные атлеты. Там уже более справедливое. Такое место мое, то считаю, очень даже второе место на турнире хорошее. Ладно, дальше погнали. Расскажи, пожалуйста, про негативные упражнения, негатив в упражнениях. Так ли он важен, как они им говорят. Негатив это плохо. А негативная фаза движения, да, она так важна, как они говорят. Работать в негатив вам очень часто не рекомендую. Все-таки нагрузка на ЦНС высокая, нагрузка на связочный аппарат высокая, поэтому в диапазоне не чаще, чем раз в три недели вы можете прибегать к методу повышения интенсивности такому, как работа в негативной фазе, то есть целенаправленная, когда вам помогают поднять, и вы самостоятельно опускаете. В целом, да, негативная фаза очень важна. очень важно просто ее полноценно выполнять во время обычной динамической работы. Что это значит? Это значит, не роняйте никогда вес. У вас должно всегда быть подконтрольное опускание. Это самое важное, что есть. Это касается и минимизации травматичности, это касается постоянного времени под нагрузкой, потому что, если вы вес роняете, то это равносильно потере нагрузки, то же самое, что втыкание суставов в замки, это равносильно потере нагрузки. Поэтому 100% амплитуды забудьте. 95. А потом покажу вам, ребятам сегодня рассказываю, как сделать 100% амплитуды, при этом не втыкая в замки суставы. Боюсь, чтобы меня просто дедушка не цепанул, а то я боюсь, что мою машину зацепят, у него будет инфаркт. А я не хочу этого. Ну ладно, молодец, он вырулил. Здравствуйте, Руслан. Скажите, пожалуйста, рассматривали вы расширение своего бизнеса, магазина спортивного питания Генетиклаб за счет новых торговых точек в Сибири, к примеру, или в странах СНГ. Продаете ли вы франшизу и поддерживаете ли вы своих последователей? Последователей, думаю, у нас нет. У нас есть друзья, у нас есть партнеры, у меня есть ученики, у нас есть те люди, которые делают свой правильный выбор в пользу продукции Генетиклаб. Люди, которым я безмерно благодарен, люди, которым я обязан и люди, которыми я отвечаю. Да, мы поддерживаем всех наших партнеров касательно эксклюзивных точек монобренда Генетика. Экономически целесообразно, потому что мультибренды будут хотеть больше. Всегда есть клиент, который придет за банкой Оптимума. Да, этих клиентов намного меньше, чем те, которые приходят за Генетиком, но эта банка может привести нового клиента к партнеру, кто с нами работает. Я хочу, чтобы каждый наш партнер мог состояться, мог быть успешен. Поэтому, конечно, я считаю, что монобренд, наверное, не нужен. Торговым точкам, которых много, в которых Генетиклаб является основным валовым продуктом, самым продаваемым брендом в этих магазинах, я признателен безмерно. И это совокупная работа нашего партнера и человека, который приходит и выбирает наш продукт в магазине. Тут этого не отнять, это все вместе. Поэтому в плане франшизы нет, франшизы у нас нету. У меня есть в Питере партнер наш один, который, как я знаю, собирается создавать франшизу. франшизам ныне действующим в России именно из рынка спортивного питания я ко всем отношусь, скажу вам честно, бегите от них. Это мошенники. Если это не мошенники, то это бесполезные вложения ваших денег. Ни в коем случае эти франшизы того не стоят. Сможет ли создать наш партнер, который сейчас просто розничный магазин имеет. Толковое что-то. То есть франшиза как и бизнес для себя, и успешный бизнес для своих партнеров. Я не знаю, дай бог сможет. Потому что хотелось бы развития рынка. Но честного. И порядочного, справедливого для всех участников. ГРСОЛО. Как питаться, чтобы запустить жиросжигание и мышцы немного подкачать на небольшом профиците или дефиците? На небольшом профиците или дефиците? Какое БЖУ? БЖУ рассчитывается, исходя из ваших антропометрических данных и возраста, плюс методом индивидуального подбора и коррекции в процессе вашей диеты. Надо, обращайтесь, посчитаем. Не сильно это сложно, лучше уж на полное ведение. Дальше. ГРСОЛО будет эффективно в плане оздоровления, омоложения, улучшения анаболического общего фона в организме. Но, поверьте, питаться с применением ГР для сброса лишнего жира нужно точно так же, как питаться без применения ГР. Тут отличных не будет. Абсолютно не будет. Ну, возможно, немножко он сможет защитить лишние перетренированности, повысить ваше восстановление. В общем, в целом, как-то защитить ваш организм от стресса, которым является тренинг, силовой тренинг. Вот, поэтому просто нужно понимать, что СОЛО этот продукт не настолько анаболик, не настолько анаболик, насколько оказывает системное влияние на организм. А дальше вы можете просто в любой медсправочник, какие эффекты оказывает самотропный самотропин. Как определить норму белка лично для себя? Итак, лично для себя норму белка стоит определять довольно-таки простым способом. Вы можете посмотреть по анализам работу системы выведения, насколько она нагружается у вас, то бишь, работа почек. Можете посмотреть по анализам кала, как у вас усваивается мясо, ну, конечно, что покидает ваш организм. И вы можете использовать расчетные данные, средне необходимые, в зависимости от вида спорта, которым вы занимаетесь. Да, это бодибилдинг, тяжелоатлетика, можно заниматься бегом, футболом или кроссфитом. Я бы все-таки смещал количество белка в зависимости от степени травматичности мышечных волокон типа вашего тренинга. Ну, рассматривая то, что вы мне задали этот вопрос, я думаю, вы связаны с железом, поэтому давайте ориентироваться на диапазон двух грамм. Если у вас все окей с таким количеством белка будет при потреблении, то можно смело делать шаги дальше и выше в диапазон. Можно смещаться в сторону 2,5 грамм белка на килограмм веса тела. В принципе, последнее исследование, которое я читал, не буду врать, правда, научный журнал там был какой-то, бла-бла-бла, просто вылетел из головы название. Они говорят даже там о трех граммах, вот такой шаг туда наверх. И в целом просто для людей с повышенными физнагрузками, тут даже не говорится про работу с железом. У меня повышенное давление всегда, но метестрак говорит, что при весе 100+, и в возрасте 36, это нормально. Люблю качаться. Даже после тяжелых суток работы, всю ночь иду качаться. Как заниматься и можно ли вообще как-то так, если можно, такой вопрос. Можно такой вопрос. В общем, медсестра, на то и медсестра, что у нее не высшая медицинская, средняя, специальная, и не бывает нормального, как она вам говорит, а, нормально повышенное давление. Нет, повышенное давление ненормальное. Это плохо. То, что вы к нему привыкли, возможно, это тоже плохо. Короче, давление нужно нормализовать по методам, так скажем, корректировки вашего режима питания, возможно, корректировки препаратов, если по вами применяются какие-либо, корректировкой режима сна, отдых, не ходите сразу после работы, поспите, отдохните. Чудесно, что вы любите железный спорт, но вы любите себя и берегите себя. Все-таки восстановление важнее, гораздо важнее. Я не знаю, кем вы работаете, может, вы можете как-то выточить какой-то в обеденный перерыв время на тренинг. На самом деле это реально я думаю какую-то там мини-разминку и тяжелую тренировку сделать такую тяжелую, интенсивную жим-проходку плюс разминка и все, время рабочего дня. Вдруг можно, я не знаю, подумайте. Или турничок приварите с мужиками на работе. Я вот подумаю в новом офисе поставить кроссовер с штойкой для жима, чтобы ребята могли заниматься, да и самому. Когда будут 5 килограмм пакеты протеинного генетика? Ну, 5 килограмм, ребята, ну, как вы столько, ну, это много, люди беднеют, это большой чек разовый, и магазинам невыгодно, и логистика, и хранение. 3 килограмма есть. Мне кажется, отличный вес. Вот генер 5 килограмм было бы супер. Мы к этому идем, просто в России пока не делают крепкие пакеты надлежащего качества. То, что мы встречали и чем пользуются многие другие компании пакеты по 5 килограмм, они были по качеству не соответствовали норму хранения для пищевых продуктов для человека. Они были подходили для кашечек туалетов. Я не хочу туда засыпать для вас продукт. Когда найду пакеты достойные вас, достойные того, чтобы мы ими пользовались, мы будем использовать больший объем. Доброго времени суток. Травма груди не беспокоит совсем, какие у вас были травмы, кроме переломов, про которые вы говорили неоднократно. Когда след конкурс. Что за часы у вас? Заранее спасибо. Следующий конкурс, да не знаю, блин, следующий понедельник. Если что, сегодня, по-моему, вторник. Не помню дату. Хоть есть не дата, кто знает. 21 января. Значит, к самому концу января будет конкурс. Травма груди беспокоит. Беспокоит, побаливает. Справа, вправо ощущения необычные, потому что у нас пришитое, титан, все дела, нитки. Какое-то, ну, ощущения странные такие, когда она забитая особенно. Вот. Слева просто болит, понимаете. Да тут порвалось, сюда сильная нагрузка, что-то тоже там поломалась. Слева болит. Я вроде рассказывал, или даже снимал. Кололи мне сюда стволовые клетки. На время прошли болевые, пока я выступал, вот никому уже месяц, побаливает опять. В основном очень стрёмно заниматься. Пока вес максимальный я пожал 90 кг от груди. Хочу следующую тренировку пожать 100. Стрёмно, страшно, некомфортно, дурацкое ощущение. Берегите себя, не рвитесь, чувствую себя говном. Дико некомфортно от того, что не работаю в полную силу. Прямо самому от себя тошно, если быть честно. Уже б. Кисти, лучевые кости поломаны, хват слабый после тех, ну, то, что да, с руками вы написали. Теперь ещё грудная травмированная, плечо артроз, ну, блин, ничего приятного. Мои бы мозги до мне в 20 лет, было бы много котлет. Какие ещё у меня были травмы? У меня смещение, по-моему, трёх шейных позвонков. Шеи смещения были, понятно, руки сломанные, плечевая сумка повреждена. Это по МРТ уже левого плеча. Ну, вот артроз левого плеча. Я его тоже связываю. Это всё, ребята, из-за падения. Левая рука была на четыре части сломана, на неё пришёлся большой удар, большая нагрузка, там всё как бы пошло по... Стоителся сказать по одному органу, но вспомнил, что он, значит, по бороде пошёл. Существенные виды коленных суставов, ну, это тоже ушиб после падения. Ну, по-моему, с 15 метров от бетон падаешь, до хрена чего есть? 12 метров. Потом лицо было парализовано порядка трёх месяцев, левая сторона, троичный нерв повреждён. Отчего, непонятно. Ну, я думаю, от напряжения, а может, продуло. На приседе один раз меня сложило по неизвестным мне причинам. Я где-то месяц не мог сам одеваться, нормально с кровати вставать. Ну, было какой-то рентген, когда делали, внутри позвоночного диска, то есть в межпозвонковом пространстве было повреждение, но не внешнего кольца, а внутреннего. Понятно, жидкость какая-то в нём покидала воспалительный процесс, отёчность, были сильные боли. Делали мне блокады, прошло, пока в целом не беспокоило меня это.